Наградили бурными аплодисментами всех наших участников. Продюсер, автор многочисленных телепроектов, яркий, мудрый, талантливый, искренний и ответственный. Так охарактеризовали его друзья и близкие. В столь юном возрасте, единственный, наверное, в истории Кыргызстана, в столь юном возрасте был продюсером многих телевизионных проектов, был продюсером многих известных танцевальных групп, многих вокалистов, звезд. И все проекты были стопроцентно успешными. Свою творческую карьеру Алексей начинал в начале 2000-х годов. Когда я увидела Филатова в редакции газеты «Лимон», ему было 15 лет. Я была уверена, что он станет звездой, отметила общественный деятель Ассоль Молдогматова. Смышленый, улыбчивый Леша вскоре стал вести развлекательную программу национальной хит-парадной ОТРК. Талантливый телеведущий стал любимцем народа. И когда мы посмотрели, как он ведет за кадром, нам понравилось. Мы начали готовить его к эфиру. Программа выходила в прямом эфире, поэтому мы его готовили. И потом, когда он вышел уже в прямой эфире, он очень хорошо вел, свободно вел себя. И, естественно, я могу сказать, что и для программы национальный хит-парад, и для телевидения, и для всех это находка. Также Филатов был ведущим развлекательной программы «Пять с плюсом» на телеканале НБТ, руководил продюсерским центром школы танцев Алексея Филатова. Занимался проведением конкурсов красоты среди учеников «Юная мисс» и «Юный мистер Кыргызстана» и «Мисс» и «Мистер лето». Несколько раз удостаивался национальной премией в ведущий года. Он был человеком, который поддерживал молодежь. Он старался организовывать такие проекты, в которых молодые, талантливые парни и девушки, он давал им, как сказать, показывал путь в творчестве. Напомним, с 26 августа Филатов находился в инфекционной больнице. Он поступил туда с пневмонией. У него было критическое состояние. Филатов находился на неинвазивной вентиляции легких с низкой сатурацией. 12 сентября стало известно, что Алексей скончался в результате коронавируса. В декабре ему исполнилось бы 33 года.